В целях дальнейшего улучшения уровня жизни населения путем последовательного продолжения реализации программ «Благоустроенное село» и «Благоустроенное махаля» ведутся работы по строительству и благоустройству дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей и объектов социальной сферы. Репортаж из Хорезмской области. Республиканская рабочая группа совместно с ответственными лицами секторов разработала дорожную карту, на основе которой и приступили к созидательным работам в сходе граждан Ширсуалы Янгиарыкского района. А чтобы придать им наибольшую эффективность, каждая деталь обговаривается с населением. Ему-то не знать, что лучше для сельчан и как это сделать. Таким образом, в данном процессе получает свое положительное разрешение годами волновавшие граждан системные проблемы. Если будет благоустроенным дом, то станет благоустроенной Махаля. А значит и район, область и вся республика. Новый Узбекистан начинается с благоустройства. Все это делается для нас, нашей благополучной и достойной жизни. Конечно, мы безгранично рады, видя такие перемены. Асфальтируют, к примеру, дороги, подводят к домам сеть интернет. Намеченные созидательные работы выполнены почти наполовину. В целях улучшения местной инфраструктуры устаревшие опоры меняют на железобетонные. Используя современные кабели, протягивают линии электропередач. Установили новый трансформатор. Решаются проблемы, связанные с обеспечением газом, а также питьевой водой. Которая, в частности, придет в 63 домохозяйства с прокладкой новой водопроводной линии. Очистили коллектор и арыки, общая протяженность которых превышает 5 километров. Я проживаю в этой Махале на протяжении 36 лет. Мы сталкивались с проблемой питьевой воды. Теперь она решается. Чему мы очень рады и благодарны президенту за создаваемые для нас благоприятные условия. Не остаются без внимания семьи со сложными социальными условиями. Лица с инвалидностью им оказывают практическую помощь в ремонте жилья. Благоустройством охвачена вся территория села, в том числе и социальные объекты. А на месте будущего центра Махали сегодня ведется строительство. Будь то вопросы обеспечения электроэнергии, питьевой водой или газом. Все они решаются положительно. Ритм работ не снижается. И все мы очень воодушевлены, видя, как благоустраивается наша Махаля. Созидательным процессом охвачено каждое домохозяйство. И это очень большое дело. Постепенно преображается облик Махали, чему очень рада население. Также отдельное внимание уделяется обеспечению занятости жителей, в частности намечается трудоустроить 100 не имеющих работы граждан, 20 из которых будут обучены профессиям, 19 человек получат субсидии. Организовывается и углубленный медицинский осмотр с акцентом на повышение культуры быта, соблюдение правил гигиены и пропаганду здорового образа жизни. Посредством подворового обхода во время встреч с семьями внимание акцентируем на идее «Благоустроенный дом». Наряду с этим на местах проводим конкурсы «Благоустроенный дом», «Благоустроенная улица» и «Благоустроенная Махаля». И в этом процессе проявляется слаженная работа ответственных лиц в Махале. Практические мероприятия в этом направлении продолжаются, охватывая новые дома, улицы, в целом всю территорию Махали. В последующем же данный опыт будет внедрён и на других территориях региона. Продолжение следует...